Есть покраснение, оно непонятно, вот что плохо. То есть вот эти фотографии я сделала, когда она уснула. Но единственное, пол с рта хорошо получилось. Видно, что нет верхних зубов. После случившегося в детском саду девочку оградили от посторонних. Травмы мама Азалии сняла на телефон. И сегодня показывает их заведующий. Здесь мы приходим, дура пришла. Она плохая, она дура. На нее с плаками налетают. Это нормально. А в других садиках Илюшенька пришел. Давай мы тебе сапожки снимем. Илюшенька, пойдем на утренник. Илюшенька, пойдем в музыкальный зал. На возмущение матери заведующая отреагировала на удивление спокойно. И от комментариев отказалась. Здравствуйте, дарья Сухановна. Откомментируйте, пожалуйста, что произошло. Телекомпания. Отказываетесь от комментариев. Девочка посещает садик уже несколько лет. Воспитатели называют ребенка сложным. А родители остальных детей и вовсе начали собирать подписи, чтобы девочку-аутиста огородили от здоровых ребят. Ей должны были, как бы, такому ребенку отдельный человек, который должен был за ней смотреть. Но, приходя в группу, и если Азалия там я видела, всего два раза только человек, который, как бы, находился рядом с ней. То есть не всегда? Не всегда. Мне просто вот интересно. Люди вообще Бога боятся. Вот просто. Они могут обмануть всех вокруг, обмануть себя. Ну, есть же все равно какое-то наказание. В садике, куда ходила Азалия, нянечкой работает ее бабушка. Около 30 лет она приглядывает за чужими детьми. И не понимает, почему современные дети такие озлобленные, а воспитатели равнодушные. Звали правду. Всякое бывало. Всякое бывало. Ну, не считать можно меня. Меня все равно никто не слушает. Все равно ничего. Всякое бывало. Что я теперь сделаю? Специализированных детских садов для аутистов в Зеленодольске нет. От безысходности родители вынуждены отдавать детей в обычные сады, где персонал не готов работать с особенными воспитанниками. К примеру, в Казани работает только один реабилитационный центр «Апрель», где дети занимаются по специальной методике. Она любит танцевать, да, она очень ритмичная. Она чувствует ритм музыки и старается поймать этот ритм и выражает это в своем танце. За Людмилу вступаются местные жительницы, также воспитывающие детей инвалидов. Просто так, такие вещи в садик не разрешаются. Это просто ребенка уже психологически доводит. Загнали там, значит, не первый раз это случай, значит, ее там избивали, значит, унижали. До такой степени, что ребенок уже сейчас уже и дети так не относят, обзывают ее дурочкой. В конце прошлого года подобный скандал разразился в Набережных Челнах. Софья Труновой, больной ДЦП, заведующая запретила выступать на утреннике в садике. Хотя, по словам матери, ее пятилетняя дочь выучила танец. И впервые сама пожелала участвовать в праздничном представлении. Ну, она сказала буквально вот эти слова. Они мне прямо врезались, что именно празднику нормальных детей. А я, говорит, не могу допустить, чтобы сорвали утренник. После Челнинского скандала заведующую уволили. Чем закончится зеленодольская история, пока не ясно. Но сегодня мама Азалии уже побывала у адвокатов. Она намерена засудить детский сад, где несколько лет обижали ее дочь. Эдуард Гемодеев, Айгульни Замуддинова, Максим Зуйков, Эфир 24.